Музыка Вот скажи откровенно, на сегодняшний день ты удовлетворён свою творческую жизнь? Скорее нет. Почему? Потому что очень мало я занимался живописью, рисунком. Я первую выставку сделал в 2004 году. Это буквально 12 лет назад, первую свою выставку. И в Союз меня приняли 9 лет назад. 9 лет. А мне уже 70 скоро. Поэтому хочется то, что задумал, сделать. А времени совсем мало. Ну, дай бог, сколько проживу, столько и проживу. Но, в принципе, вот почему такая ситуация сложилась. Люди, которые выставляются уже по 50 лет, а я всего 10 лет. Ну, разница то есть, есть. Но я за это время старался сделать полусотню персональных, где-то полусотни персональных выставок по Украине. Я уверен, что в Николаеве никто столько персональных из художников, которые уже работают по 50 лет, не сделал в своём творчестве столько персональных выставок. Так, уже 10 лет. Украинство Ramsка доброго. Какое удовольствие. Смотрите, что наundenка будет к Warm formed. Не pulave еще 14анов. Какая Anda. Хорошо, всё угр Marshmallow. Не беру новый мир. Дай бог. Вы приеду стала темата. Но можно сказать, что ты мечтал о большом творчестве, о больших успехах. Просто срабатывал денег для того, чтобы ты был бы уверен, что сейчас ты можешь писать по 100, по 200 картин, делать сразу 3, 4, 5, сколько угодно выставок. Конечно, база нужна была. Конечно, я все время думал, что когда-то наступит такой момент, когда я все отброшу и займусь творчеством. Да, только этим. А с другой стороны тоже, ведь когда занимался ковкой, все время уходило какие-то договора, заказчики, поездки. И все время, все время, только где-то ночью, какое-то свободное время меня посвящала эта мысль. Ну, надо бросить все это, заняться искусством, надо бросить, заняться живописью, надо бросить. Ну, в 2004 году я это все бросил. Конечно, нужно было бросить на 10 лет раньше. Субтитры создавал DimaTorzok Друзей много, но я тоже. Я их не делю на друзей и врагов. Для меня все они хорошие люди, с которыми я сотрудничаю. Даже если кто-то там имеет на меня какие-то там нехорошие мысли, я всегда стараюсь к нему подойти, поздороваться, спросить, расспросить, пригласить в гости и пообщаться с ним. Для меня не существует такое понятие враг, друг. Я никогда не спрашивал, любят для меня. Но я всегда говорил, что я люблю. Мне так кажется, что я часто любил. Я мог... Ну, как... Я не считал женщин, которых я любил, но я знаю, что я их люблю до сих пор. Даже тех, которых любил. 18-20 лет. Я не знаю, какие они сейчас. Мне даже... Я бы даже не хотел бы с ними встречаться. Но тот образ, который я вынес с молодости, он для меня дорог и сейчас. У меня был такой случай, я встретился два года назад, меня просто нашли. И я встретился с своими сокурсниками, с которыми учился в гидротехническом техникуме во Львове. Это была моя первая профессия до армии. Гидротехник. И когда мне сказали, вот, выпуску нашему 50 лет, давайте встретимся, я поехал во Львове и встретился. Я смотрю, идут бабки какие-то с палочками. Мужчины, которые раздобрели, с палками, еле идут. Им уже 70, некоторым 75 лет. Многих уже нет. И я понял, что то, что у меня было заложено 15-16 лет, оно куда-то исчезло, и появилась вот эта вот реальность, которую я вижу сейчас. Конечно, так я жил какими-то мечтами. То есть есть люди, женщины, они были девушки. Кого-то я любил, вот, с кем-то встречался. Вот, потом я уехал, они повыходили замуж за других. А потом я встретил стареньких бабушек. Вот, вот такая жизнь, вот, сюрреалистическая. Я иногда, иногда я пишу портрет каких-то близких людей, родственников. Например, портрет матери я маму свою написал уже где-то в 10 работах. То есть здесь в 10 работах я писал в матерь. Ну, я тоже по-своему подхожу к этому. Меня больше волнует не морщинки, а образ. И меня волнует то, что если я напишу портрет мамы, это будет портрет всех мам. Вот, как я думаю. Вот. Поэтому он такой собирательный образ, скорее всего. Потому что людей же много разных. И худеньких, и особенно стареньких. Особенно, когда старая мама, она, они разные. Вот. Вот я задумал еще одну работу. Вот там она у меня есть, работа, где я тоже портрет мамы делаю. Отца сделал одну работу. Сейчас задумал еще одну работу. Я сказал бы, что у меня работа в основном. И не добрые, и не злые. Они должны заставлять человека, который на них смотрит, думать. Смотреть и думать. Вот. Только тогда он может понять, что я хотел ему донести. Если пробежать, пускай там будет и 70 работ, и пробежать по выставке галопом, он ничего не увидит. Абсолютно. Он увидит пятна, которые там где-то будут зафиксированы, в мозгу там где-то зафиксированы. И все. И на этом. А здесь достаточно посмотреть одну работу, и он сразу поймет. Очень трудный, Наташа, для вас вопрос. Вы бы Гуменова в современном ряду художников где бы поставили? Это очень-то действительно сложный вопрос. Вы имеете в виду в современном искусстве или в ряду художников? А можно и так, и так. И в искусстве, и в ряду художников. Потому что, понимаете, искусствовед всегда очень осторожен в определениях, в выводах. Вы сами понимаете, потому что и в творчестве любого гениального художника есть великолепные работы и гениальные, а есть работы, прямо скажем, средние. Но я думаю, что по степени таланта, по работоспособности, по глубине тем, которые отображает Гуменны, при всем при том, что он работает достаточно декоративно, и вот здесь сам Юра говорил, Ужгород так воспринимает Луск, так воспринимает, потому что, в принципе, вот это декоративное начало, которое присутствует в его творчестве. Кстати, это очень характерный показатель украинской живописи. Это очень показательно для украинской живописи. Тем более, я еще раз скажу, что Юра все-таки вы ученик Академии художеств Западной, то есть школы западного искусства. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что он, конечно, в авангарде художников, обязательно. И вот еще хочу не только сказать о его живописи, но вот говорили о рисунке. Вы знаете, если живопись – это больше цвет, это больше эмоций, особенно в прикладном искусстве и вот в декоративной такой живописи, то рисунок, линия – это больше рассуждение, это мысли. И вот рисунки Гуменного – это действительно очень глубокие размышления о человеке, о человечестве, о нашем мире. И вот еще самое характерное, мы не затрагивали сегодня такое, это не тема, это может быть штрих, дополнение, но очень существенное к его творчеству. Он великолепно рисует руки. Вы знаете, портрет можно нарисовать прекрасно. Лицо, выражение, глаза, черты лица, но всегда дополняет существенно и выражает человеческую суть именно руки человека. Ну и глазашные. Да. И вот Юра великолепно рисует руки. Я вот смотрю на его рисунки. Он вобрал то мастерство, тот профессионализм, который присущ был художником, замечательным рисовальщиком прошлого. Ну как не вспомнить Дюрера, как не вспомнить Рембрандта, как не вспомнить тех замечательных художников, которые действительно были великолепными рисовальщиками. И вот именно в рисунках, мне кажется, Гуменный больше рассуждает. Вот он более, я бы так сказала, приближен именно к реальной жизни, к реальной почве, именно через рисунки. Поэтому вот я не могу, так сказать, область живописи и область графики, то есть оригинального рисунка, они та единая целая художника Гуменна. Вот я бы так сказала, сформировавшийся глубокий художник. Это однозначно человек, который занимает свое место, или, как говорят теперь, свою нишу в изобразительном искусстве не только Николаевщины, но и Украины. И то количество работ, то разнообразие тем, действительно говорит о прекрасном потенциале Гуменного. Продолжение следует... Для меня сакральное искусство – это то важное, что я хочу сделать. То важное, потому что есть у меня пейзажи, морские, речные пейзажи, вода, берег, есть натюрморты, есть какие-то пейзажи, лес, речка, еще какие-то. Это обнаженная натура, но это все как отдых перед работой большой. А большая работа – это сакральное искусство. У меня сейчас на сегодняшний день где-то полсотни работ связаны с сакральным искусством. Некоторые повторяются, некоторые я дорабатываю, некоторые в процессе работы. Для меня важно то, какое общество, как оно живет, и это все связано, связано ли оно с сакральным искусством или нет. Или общество, в котором я живу – это так себе, какое-то отдельно. А то, что я хочу сделать, начиная от Рождества и кончая Вознесением Христа – это совершенно другое. Или это повязано с тем временем, с теми людьми, с обществом, в котором я живу. Я стараюсь как-то сакральное искусство связать с тематикой сегодняшнего дня, потому что я что-то все-таки живу сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я понимаю предательство Иуды по-своему. Потому что когда-то меня спросили, а почему вы так делаете эти работы? Я говорю, ведь предал не один Иуда, предали его все. Поэтому общество может предать всякого. И редко кто может заступиться за человеком, который несет добро. Проще его убить и помыть руки, как сказал Пилат. Я уверен, что что-то должно быть. Что-то должно в процессе этой работы, этих работ, что-то должно быть сделано. Которые заставят человека думать, где он живет, в каком мире и кто он такой человек. Сделать работу и показать ее зрителю, и назвать ее там «Снятие из креста», где мать держит сына. Эта работа, можно ее соотнести к работам АТО. Привозят мертвых детей. Вот тебе и снятие из креста, и мать, и погибшие молодые люди. Вот, мне кажется, это все настолько связано, что, видя, например, как мать держит Иисуса, сына своего, и как мать прощается с солдатом, который воевал в АТО, это одна и та же тема. Да, ведь вот это рыдание матерей, оно, что было 2000 лет назад, оно одинаково. Если больно, оно было больно и тогда, и сейчас больно. Поэтому я все-таки думаю, через вот это сакральное, через вот эти работы, связанные с религиозной тематикой, как-то ее повязать, особенно с сегодняшним днем, потому что, мне кажется, по-другому нельзя. Мне вот хочется пожелать, это, конечно, пожелание не только Юрию, но, наверное, любому художнику, вот не останавливаться на достигнутом, а в рамках постмодернизма эволюционировать. Вот, не изменяя, допустим, своей живописной манере, тому, то есть, изобразительному набору, так сказать, который вот у него есть и который сформировался у него, как у художника. Вот, хочется действительно увидеть, а что же, как мыслит дальше художник, может быть, в рамках расширения тем, то есть, круга тем, может быть, несколько видоизменяет творческую манеру. Единственное, чего хочу добиться, это взять одну краску и написать красивую, многоцветовую работу одной краской. И вот, конечно, есть такая мечта, потому что иногда ставлю себе задачу написать, например, белое на белом, это очень сложно, или красное на красном, здесь уже надо искать, ну, это еще легче, а вот белое на белом, это сложно написать работу, которая бы была многоцветной. Хотя цвет холста ты иногда оставляешь? Ну, конечно, я пользуюсь, такая работа, я, конечно, цвет холста, там каждый квадратный сантиметр я берегу и строю какие-то там за счет линии, за счет каких-то композиционных приемов, но хочу, чтобы она была белая работа на белом фоне. Обо мне не сильно расписываю, пишут о работах. Вот. Даже те люди, которые пишут, я даже, ну, скорее всего, я их и не знаю. Вот. Скорее всего. Потому что, ну, там одного-двух, особенно когда делаю в Николаеве выставку, после Николаевской выставки я смотрю, там два-три человека, которых я, с которым знаком, они написали. Остальные совершенно незнакомые люди, которые живут в Николаеве и пишут, вот, свои, стараются записать то, что ощутили на выставке. Из всех поставленных задач, если кратко, какие ты задачи или задачи еще не выполнил? Что от тебя ждать? Мне хочется какой-то сделать прорыв. Мне хочется, чтобы больше живописью и рисунками интересовались студенты. Потому что это им очень, студенты вузов, училищ художественных. Потому что я не просто так вот рисую для себя. Я стараюсь вводить символику цвета, стараюсь символику форм вводить в живописные работы. Вот. Я, у меня свое понимание композиции. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы студенты все-таки, когда смотрят, немножко что-то там брали оттуда, от этих работ. Вот. А зритель, я даже не знаю, как зритель. Зритель есть зритель. Он придет веселый. Вот. А работа, будем говорить, грустная. Он скажет, я ничего не понимаю. И пойдет назад. Вот. Для всех людей работ не напишешь. Для всех характеровую, для всех людей. Поэтому я стараюсь больше вводить какие-то в живопись и в рисунок какие-то программные вещи. Больше, чтобы они были понятны студентам. Цвет. Композиция, рисунок. Ну что, Юра, мы ждем от тебя дальнейших откровений художественных, человеческих. Мы будем не только следить, но следить с удовольствием. И поддерживать тебя в всех твоих начинаниях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова